Всем привет! Мы сейчас выходим из эко-зоны. Сразу скажу простыми и понятными словами, что эко-зона это специальная зона, в которой происходит контроль за выбросом выхватных газов в атмосферу. Этот контроль осуществляется при помощи использования топлива с низким содержанием серы. Мы сейчас работаем на дизельном топливе с содержанием серы в топливе 0,1%. Так как мы выходим из этой зоны, мы сейчас будем переходить на тяжелое, очень низко-сернистое топливо с содержанием серы 0,5% топлива. Собственно, в данном видео я покажу, как мы это делаем. Видео разделено на две части. В первой части покажу, как переводим главный двигатель и дизель-генератор. А во второй части покажу, как переводим топливо на котла. В общем, приступаем. Что сейчас буду делать, буду вам рассказывать. Первое, что мы делаем, мы открываем паровые спутники. Они нужны для того, чтобы прогреть все топливные трубы равномерно. Сначала немного подрываю вход пары. И также выход пара на спутники. Открываю на всю топливную систему, на двигателя и также на котлу. Если, в общем-то, дизельное топливо нам при использовании греть не нужно, а мазут, тяжелое топливо, для нормальной работы необходимо нагреть до 120-130 градусов. Сейчас мы этим и займемся. Чтобы ТНВД и форсунки не заклинили, это необходимо делать постепенно. В общем, сейчас нам нужно отсечь топливо от дизельных холодильников. С помощью этих клапанов откроем байпас и закроем вход и выход топлива на холодильник. Затем нам необходимо ввести в работу автофильтр дизельного генератора. Сейчас у нас работает этот байпасный фильтр. Это вход, это выход топлива на него. Это вход, это выход топлива на автоматический фильтр. Таким же образом нам нужно ввести в работу автофильтр главного двигателя. Откроем топливо на него, потом закроем на обычный фильтр. Все увидим. Сейчас сразу подадим питание на автофильтр дизельного генератора и автофильтр главного двигателя. Также сразу проверим, чтобы он работал. Думаю, вам видно, что автофильтр проворачивается. Прошло немного времени, теперь полностью открою вход и выход пары на спутник. Да, кстати, утром мы запустили топливный сепаратор. У нас сервисный танк полный, температура топлива в нем на данный момент почти 85 градусов. Теперь уже открываем непосредственно клапан выхода топлива из растворного танка. Сразу подорвем пар на подогревателе дизельного генератора до и после автоматического клапана и также открываем обратный пар. Сейчас у нас топливо на главный двигатель идет через этот подогреватель. Значит, подрываем вход и выход пара на него. И также открываем пар ДО автоматического клапана и пустим. Когда мы откроем тяжелое топливо, то мы запустим вискозиметр и начнем наблюдать уже за вязкостью топлива. Да, кстати, забыл сразу сказать, что перед тем, как начать переводить топливо, желательно, чтобы у вас работало два дизельного генератора, но тесно, чтобы работал главный двигатель. При переводе дизельки на тяжелые обороты, в принципе, не имеют значения. А если с тяжелого на дизельное, то лучше бы, чтобы главный двигатель был на среднем. Ну все, приступаем, отсекаем топливный холодильник. Сначала открываем байпас, а потом закрываем вход и выход. Сейчас камеру поставлю, а потом не буду. Продолжение следует... Да, и когда закрываете клапана, смотрите на манометры, чтобы давление резко не просело или не возрастало. Все, холодильник мы отсекли. Сейчас топливо идет помимо его. Температура топлива сейчас 32 градуса. На этом термоменту, к сожалению, не видно, но я знаю, что она 32 градуса. Спутники уже горячие, теперь мы можем открывать тяжелое топливо и закрывать дизельным. Продолжение следует... Продолжение следует... Открываем тяжелое топливо и закрываем дизельное топливо. Сейчас топливные соплаевские насосы начали брать тяжелое топливо из сервисного танка. По мере расхода топлива оно у нас будет смешиваться и постепенно перейдем на тяжелое. Теперь можно запустить вискозиметр на системе главного двигателя и на системе дизель-генератора. Запускаем вискозиметр главного двигателя. Вискозиметр начал работать. Думаю, видно, что он крутится. Теперь он считывает вязкость топлива. Как мы видим, вязкость сейчас у нас 2,2 сантисокса. Теперь запускаем вискозиметр на системе дизель-генератора. Все работает. Видим, что вязкость почти 2 сантисокса. По мере смешивания топлива у нас будет расти вязкость. За вязкостью мы будем следить по этим мониторчикам. По рекомендациям результатов анализа топлива, данное топливо рекомендуют использовать при температуре от 116 до 130 градусов. Или 10-15 сантисоксом. На главном двигателе, естественно, это будет происходить быстрее. Так как главный двигатель жрет намного больше топлива, чем дизель-генератор. Теперь мы вводим в работу автофильтр. Сначала подрываем вход. Выход. Теперь немного открываем вход топлива на автофильтр. Вот, держась рукой за выход после автофильтра, я уже чувствую, что топливо пошло. Идет вибрация по клапану. Сейчас возьму обрез, посмотрим, что у нас идет через фильтр. Не знаю как на камере будет видно или нет, но уже видно, что топливо немного смешалось с мазутом. Сейчас уже темное, а до этого было дизельно, с зеленоватым оттенком. И так же потихоньку открываем вход топлива и выход. И в этот момент также смотрите на манометр, чтобы не было провала давления топлива. Ассоциация по палатву. Адву теклой то-теклой то-теклой. Если нет, то с дизелью плечи. Чтобы сделать немного по полной области топлива и там поставьте голову. Адву теклой. С дизелью плечи. Клапаны полностью открыты Теперь мы закрываем байпасный фильтр Закрываем вход и выход топлива Также в этот момент смотрим на манному Если давление в порядке и главное не заткнул То значит мы отсекли байпасный фильтр И у нас теперь в работе автофильтр Видим, что вязкость потихоньку растет Значит у нас все идет по плану Теперь можно открыть паровые клапаны До и после автоматического клада На этом мониторчике мы также задаем уставку Сколько сантистокс нам необходимо поддерживать Вот например уставка стоит 7 Если вязкость начнет подниматься больше 7 сантистокс То откроется этот автоматический паровой клапан Пар нагреет топливо и тем самым упадет вязкость И таким образом вязкость и температура поддерживаются в системе Думаю понятно Уже в принципе можно полностью открыть вход И выход пара непосредственно на подогреватель Видно, что вязкость уже 4.1 Сейчас возьму мартышку и ведем работу По фильтр дизель генератора Этот ключ моряки называют мартышкой С помощью него мы обжимаем клапанами Точно так же подрываем клапана И проверяем нет ли воздуха фильтра Здесь уже тоже видно, что идет смесь дизельного топлива с мазутом Также потихоньку открываем вход Затем выход И обязательно смотреть давление Затем закрываем байпасный фильтр И после как закрыли Смотрим на давление Чтобы было все в норме Теперь у нас все топливо идет через автоматические топливные фильтра Тонкая чистка На главном двигателе вязкость 4.6 На дизель генераторах 2.1 Сейчас пойдем посмотрим Какая температура топлива поступает на ТНВД и форсунки До этого температура была 32 градуса Сейчас видно, что на главном двигателе температура 50 градусов Сейчас посмотрим на дизель генератора Примерно 44-45 градусов Теперь по мере расхода топлива у нас будет расти вязкость Повторю, что на главном двигателе это будет происходить быстрее Так как расход больше, чем на динамках Теперь буду ходить тут мониторить Пока вязкость не поднимется до 12 сантистосов Сейчас температура в расходном танке 84 градуса По мере расхода топлива она достигнет этой температуры И вязкость начнет расти активнее Затем я с помощью этого контроллера буду поднимать температуру У меня и остатки Температуру необходимо поднимать не более 2 градуса в течении одной минуты Когда полностью закончим главными движками будем переводить котлы Там все намного проще Но это вы увидите уже в следующем видео Так что подписывайтесь, скоро увидите Давайте сейчас посмотрим, какая смесь топлива поступает на топливный насос Думаю, уже видно, что здесь большая часть топлива это уже мазух То есть тяжелое топливо с очень низким содержанием серы Температура сейчас 54 градуса На этом думаю все Дальше смысла показывать не вижу Будет вязкая страсти Буду поднимать температуру топлива Пока не достигнет примерно 120 градусов Или 12 сантистосов Все очень просто Думаю, смог вам показать, рассказать И объяснить, как это происходит Если вкратце, то Закрываем топливный холодильник Открываем спутники на трубы Открываем паровые клапана на подогревателях Открываем тяжелое топливо Запускаем вискозиметры Включаем и вводим в работу автофильтр И тем начинаем поднимать температуру И вязкость до 12 сантистосов Вот и все А да, и греть дизельное топливо нельзя Был один стармех у меня Который мне говорил И второму механику говорил Что нужно дизельку нагреть до 80 градусов А потом открывать мазух Естественно, мы этого не делали Делали по такому методу, как я в данном видео вам показал Кто-то может делать как-то иначе Меня как научили, как вычитал Так и делаю И делаю уже много лет Самое главное, все делать не спеша И каждый шаг должен быть оттуда На этом и закончу Следующее видео, как уже говорил ранее Будет про перевод топливной системы котлана Тяжелое топливо Подписывайтесь, делитесь видео Ставьте лайки Спасибо за просмотр Всем удачи и пока Субтитры сделал DimaTorzok